Здравствуйте, коллеги, с вами Исааков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. У нас начинается новый месяц, новые интересные вещи могут происходить на финансовых рынках, поэтому сегодня мы поговорим о том, что нас может ожидать в этом месяце, на этой неделе, ну и в принципе поговорим о том, какие драйверы или рост или падение могут быть у финансовых рынков в ближайшее время. Ну а перед началом нашего видео напомню, что если оно вам нравится, не забывайте ставить лайк и ваши вопросы оставляйте в комментариях. Безусловно, сейчас под пристальным вниманием остается ситуация вокруг переговоров республиканцев и демократов насчет новых стимулирующих мер в США, пока все еще не смогли договориться и рынок пока не знает, как на это реагировать. В принципе, обе партии понимают, что стимулирующие меры нужны, но не могут пока все еще договориться о деталях и в принципе они пытались это сделать минувшие выходные, но к конечному соглашению так и не пришли. Важно отметить то, что в ближайшую пятницу выйдет новые уже данные по количеству вновь созданных рабочих мест не сельского хозяйства. Там ожидается снижение и вот как раз новые заявки на пособие по безработице, которые могут возникнуть на этой неделе. Это может вылиться в гораздо большие расходы, которые могут быть, возможно, снизят сумму выплат для того, чтобы удовлетворить как можно большее число американцев, которые остались без работы, ну или будут расширять уже данный стимулирующий пакет мер. Поэтому мы пристально следим за этой ситуацией и также продолжим обсуждать и освещать все моменты, которые будут происходить. Также еще одна новость, которая сейчас под прицелом, под вниманием – это Microsoft. Microsoft сообщил о возможной покупке сервиса коротких видео TikTok. Об этом стало известно в воскресенье. Но сейчас есть определенные препятствия со стороны США, так как не продолжает, ну точнее не утихает скандал вокруг США и Китая, торговые войны. Поэтому сейчас под большим вопросом, сможет ли в принципе Microsoft это купить. Но вообще Трамп дал 45 дней на то, чтобы договориться о как раз возможной сделке, поэтому тоже эта компания сейчас является под вниманием. И в принципе в данном случае, если Microsoft сможет все-таки приобрести данный сервис, то это позволит уже конкурировать с таким хай-тек в сфере социальной медиа, как Facebook. То есть это будет новая ниша для Microsoft. Но пока непонятно, как монетизировать данный сервис, потому что очень много вопросов насчет рекламы, есть ли она, нет пока возможности таргетирования. То есть, конечно, Facebook более развиты в этом отношении. Но вполне вероятно, что новые технологии уже позволят найти способ монетизации данного сервиса для TikTok. Ну, если они его купят. А также на этой неделе, как я уже сказал, то есть достаточно тоже большой пакет данных выходит. Прошлая неделя закончилась не на самой позитивной ноте. Вышли крайне негативные данные по ВВП и в принципе рынок хоть и подрос под завершение дня, но в принципе позитива пока становится все меньше и меньше. Давайте взглянем на экономический календарь. Так у нас сегодня понедельник, мы традиционно как раз по него пробежимся. Ну, во-первых, что нужно ожидать, сегодня выйдут данные, это индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от ISM, то есть, в принципе, тот индикатор, который показывает отношение менеджеров к реальному производству, то, что сейчас происходит. Соответственно, последние пару месяцев мы видим восстановление, но пока все еще немного мы переписали, прошлое значение у нас было актуально 52, то есть вышло лучше, чем прогнозно, на текущий момент прогноз ограняется также на негативной зоне, то есть все, что меньше 50, воспринимается негативно для рынка, поэтому здесь продолжаем следить за данной информацией. Также во вторник выйдут данные по Австралии, но здесь, наверное, нам больше важна среда. здесь уже выйдут изменения числа занятых в бизнес-хозяйственном секторе от ADP, то есть такой пред-нон-фармы, также будет индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе, здесь предыдущее значение было 57, давайте посмотрим, какое у нас ожидается прогнозное. Ну, прогноз ожидается 51,8, то есть, в принципе, тоже небольшое снижение, но оно и понятно. Вторая волна, количество все больше и больше рабочих мест теряется, бизнесы вновь закрываются, тем не менее, этот показатель тоже важен на текущий момент для отслеживания. Также в четверг уже выйдут данные по Великобритании, это решение полупроцентной ставки, скорее всего, останется на прежнем уровне, ну и также выступит председатель Банка Англии. В пятницу, ну, пятница завершится как раз нон-фарминг, то есть изменение числа занятых в бизнес-хозяйственном секторе. Предыдущее значение, то есть актуально было 48 тысяч, то есть был позитив, хотя прогнозно говорили о минус 12 миллиона, да, то есть было 4,8 миллиона прирост, прогнозно было минус 12, то есть вышли сильно лучше. Но, опять же, на последние пару недель количество заявок на пособие по безработице увеличивается, поэтому здесь существует все еще та вероятность, что мы увидим и просадку в данном ключе. Соответственно, продолжаем следить за данной сферой, ну и также на этой неделе большое количество выходит отчетов, то есть примерно половин, примерно 50 компаний из индекса S&P 500 считаются на этой неделе, поэтому сезон отчетов продолжает быть во внимании. Ну, вот на самом деле весь основной драйвер, все основные драйверы роста, которые мы могли видеть с точки зрения сезона отчетов, мы их уже видели и по большому счету рынок уже это учел. Соответственно, это тоже важно иметь в виду, выстраивая свои стратегии, да, с точки зрения трейдинга и с точки зрения инвестиций. Вполне вероятно, что мы, то есть общая идея пока остается, что рынку дадут еще подрасти, ну по крайней мере в область локальных максимумов S&P 500, то есть там, где мы были в начале этого года, затем более затяжную коррекцию мы все-таки уже можем увидеть. То есть фактически пока сейчас, да, читаются еще какие-то компании, там порядка 10% от S&P 500 плюс очень большой вопрос с точки зрения переговоров республиканцев и демократов. То есть когда уже смогут финально договориться, то есть тогда уже реакция на рынок будет более-менее понятна. Ну а теперь давайте пробежимся по основным инструментам. Как я уже и говорил в пятницу, фактически июль был второй по убыточности месяц для меня, то есть там был убыток порядка 5%, что суммарно за июнь, за июль мне дало просадку порядка 10%, что фактически запускает следующий триггер моей торговой стратегии, об этом я говорю тоже в пятницу. Я все сделки, которые будут открываться, по крайней мере до накопления прибыли плюс 10% счета будут открываться только по тренду. То есть фактически все те сделки, которые у меня открывались, они могли позволить в какой-то момент увеличить среднюю доходность. Но как мы сейчас видим, торговля по тренду в принципе она всегда является более оптимальной, но сейчас мне необходимо как раз вновь восстанавливать мой счет. Поэтому сейчас все сделки, которые будут открывать, они будут открываться только по тренду до момента накопления какой-то плавающей прибыли. Возможно, если данный подход показывает большую результативность, то, соответственно, его я и оставлю как основной с точки зрения моей торговли. Сейчас по евро-доллару мы видим локальный хайд, доходили до отметки 1.19. Вполне вероятно, что коррекция здесь произойдет, скорректироваться мы можем в область 1.16-1.15. Как торговая идея здесь я заходить на коррекцию я их сейчас уже не буду, а буду искать возможность как раз купить в области этих минимальных значений 1.15-1.16. Пока доллар может взять здесь некоторую передышку, может в ближайшую неделю укрепиться, но пока общее направление здесь сохраняется нисходящее по американскому доллару, соответственно, рост на евро остается в приоритете. По британской валюте также здесь назрела коррекция, также мы видим, что пара локально перекуплена, соответственно, коррекция в области 1.28-1.20-1.27 также даст интересные возможности для входа на покупку, на продолжение роста. То есть жду как раз коррекцию и по завершению данной коррекции, если она будет по хорошей цене, то есть будем покупать дешево, соответственно, по данной валюте тоже буду входить уже на продолжение роста. По паре американский доллар, канадский доллар, здесь коррекция началась на прошлой неделе, чуть позже, чем та сделка, которую я открывал, но тем не менее пока сейчас по данной паре коррекция сохраняется. С текущих уровней входить я не буду, буду рассматривать вход в том случае, если цена скорректируется где-то в области 1.35-1.46. То есть вот по этим уровням на продолжение как раз нисходящей формации здесь я считаю войти довольно-таки неплохо. Ну а пока здесь остающий рынок буду наблюдать. По паре американский доллар, японская иена, общее направление здесь также сохраняется нисходящее. Мы довольно-таки неплохо скорректировались, показали сегодня локальный максимум и дальше уже американский доллар находится в снижении. Ближайшие пару дней, если мы увидим движение в область 107.90-108, то вот как раз из тех уровней как раз было бы интересно для себя рассмотреть тоже продажу. То есть если посмотреть на график, то есть вот примерно по данным ценам, то есть из данной области здесь я продажу бы рассмотрел. Конечно, сейчас цена тоже скорректировалась, но недостаточно оптимально с точки зрения открытия новых позиций. Ну и в принципе, наверное, пара американский доллар, японская иена будет не в приоритете с точки зрения того, как она себя ведет последние пару месяцев. То есть явный боковик, вполне вероятно, что можем стрять еще в него в ближайшее время. Поэтому данный актив будет рассматриваться, можно быть, для открытия позиций в последнюю очередь. По паре австралийский доллар, американский доллар, также здесь началась коррекция. Мы видим, что мы также находимся на локальных максимумах. В принципе, рент восходящий у нас сохраняется. И ближайшие покупки здесь я рассмотрю для себя в области 69.29. То есть примерно в область минимальной значения, которую мы видели как раз в середине июля, если туда поступит коррекция, то с текущих уровней я для себя возможности купить также рассмотрю. Возможно, что произойдет смена и тренда, и направления, но пока общий тренд сохраняется в восходящий. Поэтому здесь я для себя продолжу искать сделки на покупку. С новозеландцем тоже здесь я жду коррекции. Коррекция чуть более глубокая, чем, наверное, была последние пару месяцев. В область 65.13 было бы неплохо увидеть коррекцию. Но, в принципе, все те низы, которые здесь будут, я для себя тоже буду рассматривать как возможность для покупок. Золото обновляет локальный максимум. Сегодня тоже мы немного переписали максимальное значение, но пока до отметки 2000 мы не дошли. Но, конечно, после того стремительного роста, который мы видели в конце июля, мы немного притормозились в конце прошлой недели. И, фактически, сейчас золото тоже выжидает. Коррекция здесь пока еще не началась. Пока общий направлений сохраняется в восходящий. Безусловно, заходить в рост здесь я бы для себя рассматривал это только после коррекции, которой пока не было. Но общий направлений сохраняется в восходящий. Индекс DAX. Вот DAX довольно-таки неплохо скорректировался. И, фактически, сейчас вот этот инструмент выглядит довольно-таки интересно для новых позиций, для новых сделок. Как раз на продолжение восходящего тренда, который у нас был, с целями движения как раз в область максимального значения. Я все-таки считаю, что могут дать и DAX, и S&P 500 дойти до локальных максимумов. То есть на максимум, который бы в этом году немного их переписать. А потом уже увидим или еще одну ралли, или все-таки появится коррекция. Поэтому по DAX здесь как раз формируется довольно-таки неплохая история на покупку. Поэтому DAX сейчас под моим пристальным вниманием еще раз буду заходить уже непосредственно на покупку. Если мы с вами посмотрим часовой таймфрейм, пока здесь еще сигнал на рост не появилось. Если DAX сегодня сможет закрепиться выше максимальной значения, которую мы видели в пятницу, здесь я буду входить вероятно отложенным ордером. Поставлю на коррекцию. Если эта коррекция произойдет, то есть уже в рамках завтрашней торговой сессии, то в эту сделку я присоединюсь. То есть вот DAX пока сейчас выглядит довольно-таки интересно для следующей позиции именно по тренду. Ну, с S&P 500 вообще целая история получилась. То есть в принципе все, как мы с вами и планировали. Тренд продолжился, технологичные компании читались хорошо. Это еще раз подтолкнуло котировки вверх. Тем более те акции, которые Apple, Amazon, Google, эти компании сейчас составляют порядка 20% от индекса S&P 500. Но, к сожалению, моя сделка здесь была выбита по стоп-лоссу. В принципе, переносил я его по ходу направления движения. Но, в принципе, сейчас мы видим то, что рынок все-таки замедляется. Да, мы видели еще коррекцию в пятницу. Затем опять рынок откупили. Но сейчас бы очень большой вопрос, как мы будем себя вести дальше. Вполне вероятно, что здесь может произойти еще одна коррекция. Коррекция в область в идеале 3100 на текущий момент. То есть еще перед одним заходом на 3300. Довольно-таки неплохо было бы скорректироваться в эту область. И оттуда я бы как раз уже покупал заново. Но пока здесь остаюсь тоже вне рынка. Буду ждать новых возможностей для захода уже непосредственно в рост, пока тенденция сохраняется здесь восходящая. Ну и завершаем по нефти. Нефть фактически весь июль торговалась в таком вялом диапазоне. Пока здесь никаких существенных изменений не происходит. И собственно по нефти пока здесь, ну с точки зрения технической картины, да, рост у нас остается. Покупки в области поддержек, да. Но с точки зрения часового формата мы видим, что у нас началась коррекция. Вполне вероятно, что завершение данной коррекции как раз может дать еще один импульс роста. Но с нефтью надо следить уже непосредственно за тем, что происходит в добывающих странах, какой увеличивается объем, какие запасы. Эти данные выходят каждую среду по США. Поэтому вот эти все факторы, безусловно, нужно брать во внимание. Ну а на сегодня это все. У нас неделя тоже может быть довольно-таки активной, довольно-таки волатильной. Поэтому мы с вами увидимся завтра на подкасте «Два трейдера». В среду мы еще раз увидимся на нашем YouTube-канале. И посмотрим, что у нас происходит в текущий момент, в текущий день и что на рынке есть интересного. Всем желаю хорошего торгового дня. Не забывайте ставить лайк, если вам нравится это видео. Вопросы оставляйте в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания.